Друзья, вчера в Steam вышла игра Atomic Society, Атомное Сообщество. Это игра про постройку своей колонии в постапокалиптическом мире. Я прямо вас прошу немножечко уделить внимание этому видео, если вы любите вот именно такие игры. Потому что эта игра дает тебе полную свободу управления твоей колонией. Полную свободу установления законов здесь, в твоей колонии. И это настолько круто, это настолько нетолерантно в нашем толерантном мире. Но, естественно, я-то буду подробнее рассказывать всё на протяжении этого выпуска. Почему я вот остановился на экране загрузки, вот где мы с вами выбираем персонажа. Здесь у нас снизу сложности. Самая лёгкая, средний эксперт. Либо можно настроить кастомную сложность, то есть самому всё настроить. Можно отключить, включить подсказки пока что, оставим включенными их. Также мы можем изменять внешний вид нашего персонажа, взять девушку. Но это, в принципе, абсолютно не важно, потому что здесь это практически никакой роли не играет. Самое главное вот здесь справа, на мой взгляд. Ну, здесь мы можем, естественно, нарандомить себе имя, возраст. Но вот последнее, вот как раз окошечко, здесь мы выбираем свою веру. Я не знаю, влияет ли это сейчас как-то на игру или нет, но раньше я этого не заметил. И заметил только сейчас, когда стал записывать этот выпуск. Здесь собраны какие-то выдуманные религии и настоящие религии. То есть там мы можем быть атеистом, агностиком, католиком, мусульманином и прочее, прочее, прочее. Вот всё, что у нас с вами здесь сейчас в нашем мире существует, плюс что-то придуманное самими разработчиками, здесь есть. Я так думаю, что всё-таки как-то это будет влиять на игру. Поэтому я вот здесь нашёл такой интересный пункт, сатанист. Я предлагаю выбрать сатаниста. И вообще, как я сказал, здесь мы с вами можем влиять на устои нашего поселения, на законы, на мораль. И это действительно очень круто реализовано. Давайте переходить дальше. Здесь мы с вами можем выбрать ту местность, где мы будем выживать. Наверху безжизненная пустошь. Посередине, сами видите, так немножечко более-менее восстановившаяся земля. Снизу снега. Я, наверное, выберу сейчас вот этот вот пункт, Wall-A. Собственно говоря, здесь нету совсем простых мест. Мне кажется, здесь будет немножечко попроще. И в плане записи видео нам будет так просто интереснее играть и легче записывать. Собственно говоря, краткая история. Мы с вами начинаем вот за этого персонажа. Он где-то здесь в центре должен быть, если не ошибаюсь. Вот это он. Как мы можем его по-другому выбрать? Нажимаем пробел, и выбирается он. Мы можем им управлять. Все остальные, это просто люди, которые к нам прибились. Вот сейчас как раз нам об этом говорят. Привет, что я и еще несколько инженеров вышли из подземного бункера, чтобы построить себе поселение. Потому что, видимо, в бункере, может, там что-то заканчивалось. Но не суть важна, почему оттуда вышли. В общем, мы вышли и решили построить новое поселение на поверхности. Потому что, видимо, уже здесь это можно. По пути к нашему месту, где мы с вами собираемся строить поселение, где они собирались строить, к ним прибились те или иные люди, которые тоже как-то там выживали. Кто-то уже больной, кто-то уже при смерти, кто-то там от голода помирает. Но для начала сейчас давайте поставим паузу. Как видите, здесь все на английском языке. Но это, честно говоря, абсолютно не влияет на игру, потому что игра просто запредельно крутая. Итак, камеру можно отключить, отцепить от персонажа на пробеле. И нужно осмотреться, где мы с вами начали. Потому что здесь на карте нужно выбрать место, где мы будем выживать. Нам нужны вот такие вот обломки. Мы с них будем собирать металл, дерево, камень и прочие ресурсы. Тут очень много всяких ресурсов. И желательно, чтобы рядом с нашей базой было очень много обломков. И вот это место, оно мне кажется просто замечательным. Правда, здесь горы, горы, горы. Здесь, я так понимаю, вода к воде подойти нельзя, скорее всего, будет. Слушайте, нет, на самом деле это даже лучшее место, чем вот то, где я играл. Так, а как мне туда спуститься? Давайте сейчас думать. Наверное, мы с вами пройдем вот так, где-то здесь спустимся и сюда придем, да? То есть опять выбираем себя, запускаем время, запускаем время, погнали. Причем время можно, естественно, промотать побыстрее вперед. Для начала нам нужно взять один из домиков, который вот является вот этими обломками, и сделать его нашим складом. Делает это наш шеф колонии, то есть мы лидер колонии. И сейчас покажу, как это делается. Здесь пока что игра еще, естественно, в раннем доступе. И очень много функций, которые разработчик планирует сюда ввести. Их просто еще пока что нету. Так, например, сбор ресурсов вот с этих обломков может совершать пока что только наш лидер колонии. В будущем это смогут делать и остальные. Ну, в принципе, они что-то делают, они как-то собирают, но не настолько хорошо, как хотелось бы. Так, секундочку, давайте еще раз поставим паузу. То, что мы ушли от своих вот этих всех колонистов, это не страшно, они нас догонят. Еще раз, давайте посмотрим, где мы будем с вами селиться. Где наша база основная будет. Ну, вот этот домик мне больше всего нравится. Он действительно очень классно здесь стоит. Здесь довольно-таки много ровной местности. Нам нужно будет построить колонию, для колонии нам нужно много пространства. Не очень хорошо карта сгенерировалась в этом плане. Да, реально не очень хорошо. Правой клавишей мыши можно крутить. Обзор, то есть так, вот так вот крутить. В принципе. Смотри, здесь еще очень много всего, да? Но туда очень далеко бежать, туда мы не дойдем. У нас слишком много колонистов погибнет. Сейчас у нас где-то 50-48. Вот снизу слева написано 48 людей. Ну ладно, бог с ним. Решили мы с вами захватывать вот тот домик. Погнали к нему. Запускаем время. И погнали чуть-чуть побыстрее на пятерочке. Погнали к этому домику. Пока что мы его будем захватывать и делать нашим складом основным. Как раз подтянутся наши колонисты. Итак, выбираем его. И нажимаем вот эту клавишу, которая превратит эту структуру в наш склад. Да, превратить его в стерхаус, да. Сейчас пока что у нас лидер будет этим заниматься. Можно немножечко ускорить время. За это время сюда придут остальные колонисты. Потому что у них на этот путь понадобится больше времени. Так как они ходят пешочком. Ну ничего страшного. И почему я попросил немножечко выделить внимание этой игре. Вот сейчас у нас когда пауза, я объясню. Здесь есть стопроцентное управление законами в нашем поселении. То есть вкратце. Смотрите, например. У нас происходят какие-то преступления. Например, каннибализм. И дальше у нас есть несколько опций. Что мы хотим с каннибализмом делать? Потому что у него есть положительные аспекты и отрицательные. Типа, ну люди поели, они насытились, да. Ну и естественно отрицательный аспект. То, что сами понимаете, съедают они других людей. И типа мы можем за это казнить. Можем посадить в тюрьму. Можем наоборот похвалить за это дело. Подбодрить. То есть тем самым мы устанавливаем законы в нашем поселении. И здесь есть прям вот настолько продуманная система. Здесь есть как бы проблема с абортами. Проблема с гомосексуализмом. Проблема с трансвеститами. И прочим, 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 прочим. Естественно, вот такие вот эти вот нюансы я, наверное, очень сильно освещать видео не буду. Которые я только что озвучил. Потому что ютуб это очень сильно не любит. И как-то это вкратце, наверное, сторонкой обойду. Но также здесь есть, я как сказал, убийство и прочее, прочее, прочее. Здесь много всего интересного. И в зависимости от того, какие вы законы будете здесь устанавливать, соответствующее будет общество. Так что мы назовем... Наше поселение будет называться вот так. Си-си-си-пи. Нормально. Все. Новое поселение создано. Окей. Давайте выбирать себя. У нас с вами вот эта штука. Это наш склад. При нажатии правой клавиши мыши выскакивает меню. Здесь показывается, какие ресурсы у нас с вами есть. Дерево, металл, камень. Дальше вода. Фрукты, мясо. Дальше у нас собранные бутылки с водой. Консервы. Военные рационы. То есть это сухпайки. Дальше медицина собранная. Сделанная самостоятельно. Инструменты. Одежда. Оружие. Аккумуляторы с техники. Личные вещи наших людей. И личные вещи, которые мы собрали откуда-то ни было. Со складом разобрались, разобрались с тем, что здесь есть. Сейчас нам нужны самые основные ресурсы. Дерево, металл, камни. Так что выбираем пробелы нашего персонажа. Вот так вот. И отправляем его к ближайшим развалинам. Каким-нибудь развалинам. Это вот такие вот машины. Электрические столбы. И тут есть такой аспект. Смотрите. Мы с вами сейчас, когда начнем собирать отсюда что-то. Мы начнем собирать все подряд, что отсюда вообще собрать можно. То есть отсюда либо дерево, либо металл можно собрать. Ну это логично, да? Потому что деревянный такой столб. И, собственно говоря, он начал отсюда потихонечку собирать. И каким-то образом он сейчас отсюда собрал еще и камень. Я, честно говоря, не знаю как. Как ты это сделал, дружище? Расскажи. Кстати, время теперь можно поставить чуть-чуть побыстрее. Все отлично. Замедляем обратно. Честно говоря, у нас если замедлять и ускорять, можно плюсиком-минусом на клавиатуре. И погнали обратно к складу. Сейчас основные вещи нужно просто притащить в склад, пока они там идут сюда. Так, секундочку. Давайте выберем его и погнали к складу. Сейчас у нас поселенцев осталось всего 43 человека. Просто потому, что они умерли там. Кто-то умер от голода, кто-то умер еще от чего-то. Это действительно все очень так жестко здесь. И нужно в самом начале вот не тормозить. Нам на самом деле повезло, потому что рядом с нашим поселением очень много вещей. И чтобы переложить все в склад, здесь появляется кнопка. То есть переложить все в ближайший склад. Все, наш как раз лидер это сделал. Жалко, что пока что ресурсы можно только им собирать. И смотрите, сейчас мы с вами собираем отсюда только дерево и металл. Возможно, что камни просто у нас с собой были уже изначально. Поэтому мы их просто притащили в наш склад. То есть какие-то изначальные ресурсы были. Итак, как я сказал, у нас в самом начале есть наш главный персонаж и несколько инженеров. Это те, кто может что-то строить. Поэтому нам нужно, давайте сейчас паузу поставим, разобраться со строительством. Так как мы притащили несколько уже ресурсов в наш склад. Кроме камней, камней очень мало. Всего два камня. Нужно сейчас поискать, где их собрать. Я так думаю, что где-то здесь есть обломки. Где это можно сделать. Здесь маловероятно. Ну, кстати, когда мы наводимся, то... Да, вот здесь вот можно собрать. А это очень далеко. Нет, это очень близко на самом деле. Вот здесь написано металл и мессенери. Мессенери это камни. Итак, смотрите. Нам с вами нужно теперь нажать справа снизу на молоточек. Здесь начинаются всякие разные постройки. Справа налево. Еда, дома, лечение, развлечение. Дальше social. Здесь у нас с вами есть тюрьма, центр наказаний. Town hall. Я что-то забыл, как переводится. Ну, что-то типа мэрии или что-то типа того. Информационная станция. Там, где доносится до наших граждан какая-то положительная информация. Inforcer outpost. Это что-то типа милиции. Следующий. Функционал. Здесь у нас с вами есть склады. Дальше домик строителей, домик ремонтников. И, ну, в принципе, обычный склад и огромный склад. Дальше у нас с вами есть украшения и есть охрана. У нас с вами пока что есть вышки охраны и оружейник. Оружейник делает из металлолома оружие. Но прямо сейчас это нам не понадобится. Понадобится чуть попозднее. Если следовать подсказкам игры, то в первую очередь нужно построить town hall. Но у нас сейчас нету камня. И как вот собрать столько исключительно камень? Мы выбираем наш склад. Рядом с камнем ставим галочку. Это для тех, кто купит игру и будет играть, чтобы ему потом не мучиться. Выбираем галочку. Это значит, что мы и все те, кто собирает какие-то ресурсы для нашей базы, будут собирать только камень. Ну и отправляемся туда, где мы его собрать можем. То есть мы с вами уже поняли, что где-то вот здесь вот вышка стоит, с которой можно собирать камень. Давайте сейчас быстренько это сделаем, потому что без камня мы ничего не построим. Заходим сюда. Собираем. Собирает он. Ну, неплохо. Не так быстро, как хотел. А, мы на x3 сейчас. Нормально. Он очень быстро собирает, на самом деле. Я обычно на x6 играю, а потом просто понижаю скорость. Все, хорошо. И отправляем его обратно. Так вот, по поводу town hall. Мне кажется, прямо сейчас он не нужен, потому что в town hall издаются законы. И прямо сейчас законы мы не сможем издать. Вы поймете чуть позднее в выпуске, почему это так. То есть мы с вами займемся в первую очередь, наверное, знаете, чем? Мы в первую очередь построим домик строителей, чтобы у нас были дополнительные строители, чтобы мы могли сразу строить несколько вещей. Можно выбрать это дело и помочь им строить. Сейчас там уже 4 внутри инженера, которые занялись строительством, помимо нас. Если не ошибаюсь, да? Ну, теперь вместе с нами 5. На x6 мы это дело строим. Все очень быстренько, хорошо строится. И, собственно говоря, теперь это уже пошло строительство нашего поселения. И вот здесь теперь на работу нужно нанять людей. Просто нажимаем сюда галочку, и все безработные пришли сюда на работу. Все, строители у нас с вами есть, с этим разобрались. Второе, что нам нужно построить, это домик ремонтников. Потому что все наши постройки будут ломаться. И чтобы нам самим не бегать, не мучиться вручную это, не ремонтировать, Нам нужны ремонтики, которые будут сами ходить и ремонтировать наши постройки. Без этого мы просто замучимся. В принципе, можно даже уже ставить следующую постройку. А это у нас пошла, наверное, вода в первую очередь. Да, это у нас будет колодец. Колодец у нас будет стоять где-нибудь вот здесь вот. Мы все их вместе поставим. Сюда вызываем работников. Погнали строить колодец. Причем колодцев, я думаю, сразу стоит построить два. Нормально, строительство идет на Х6. Колодец сейчас построим. С колодцем все будет нормально. Мы, наверное, сейчас даже после колодца сразу построим... Видите, уже люди начинают умирать. Эту проблему тоже нужно очень быстро решать, потому что от мертвых тел наши жители могут подцепить чуму. Колодец построили, вызвали сюда рабочих. Все, вода будет добываться. Следующий мы с вами ставим теплицу. На теплицу не хватает ресурсов. Все, взяли тогда нашего главу. Можно уже даже самим не помогать строить. А вот наш глава теперь... Эй, где ты там? Глава, побежали. Нам чего не хватает-то вообще? Секундочку. Чего нам не хватает? Каких ресурсов нам не хватает? Не хватает металла. Я тебя понял. За металлом можно сгонять чуть-чуть поближе вот сюда. Здесь мы выбираем с вами только металл. Отправляем его, собирает сюда металл. Так, металл собирать начал. Так вот, нам с вами сейчас понадобится построить все самые основные вещи. И у нас тогда начнут приходить поселенцы. Они потихонечку будут приходить сюда сами. Потом, возможно, нам получится решить проблему с рождаемостью. Потому что я вот несколько часов играл, и у меня проблему с рождаемостью решить на самом деле не удалось. Так, все собрали. Погнали обратно. Естественно, можно приблизиться. То есть камеру можно приблизить насколько хочешь. И играть с разных ракурсов. Так, погнали обратно, я сказал. Время идет. Погнали обратно. Но у нас с вами очень много сейчас дел. Так, выгружаем обратно ресурсы. Нам нужна еда. Еда это будет гринхаус, то есть теплица. Теплицы мы с вами будем строить в одном и том же месте. Все, но чтобы это выглядело более-менее правильно. Теплицу спокойно будут строить и без нас. А мы можем продолжать собирать металл, камни и прочее. Отправляем нашего сейчас лидера постоянно собирать ресурсы. Я вот предпочитаю таскать так. Загрузил полностью металл, притащил домой металл. Загрузил полностью камни, притащил домой камни. То же самое с деревом. Ну, на мой взгляд, так проще всего. Потому что, когда ты убираешь галочку, то порой начинает собирать дополнительную медицину. Какую-то одежду, какую-то оружейку. Это нам сейчас вначале абсолютно не нужно. О, смотрите, нам повезло. Мы с вами нашли среднего размера рюкзак. То есть у нас прибавился носимый вес. Плюс пять. Но на самом деле нам сейчас металл до конца добирать отсюда не нужно. Так что сейчас быстренько оттаскиваем это дело домой. Берем его опять. И бежим обратно. А здесь выбираем с вами, наверное, дерево. Хорошо, пускай будет дерево. Там построили? Построили, вижу. Нам с вами нужно выключить его. Секунду. Кстати, мы можем сделать вот так. Мы отправляем его собирать ресурсы. Что там такое? Подожди. А, вот это очень важно. Вот. Пришли посланники. Что они нам говорят? Во-первых, они выглядят как рабы. У них удалены веки. И, в общем, ужас какой. Это рабы какого-то поселения другого. Какого-то другого главы. И, в общем, этот правитель вот этих земель говорит, что мы можем здесь жить либо три года, либо до того момента, пока у нас не будет 200 человек в нашем поселении. После чего, ну, типа, он тиран. И он придет нас покарать. Если мы живем здесь больше трех лет или 200 людей. То есть до этого момента мы должны успеть обзавестись войсками. Итак, давайте поставим с вами туалет. Вот это, на самом деле, здесь туалет. И это очень нужная штука. Сейчас он построится, я надеюсь, в ближайшее время. Латрин. Латрин – это туалет. И туалетов, на самом деле, нужно много. Но в одной точке туалеты натыркивать нельзя. Потому что там даже система скажет, что, типа, здесь из-за них воняет просто дико. То есть запах просто ужасный. И из-за этого, ну, то есть их вместе строить нельзя. А нашего главу поселения мы отправляем опять за камнем. Отправляем вот туда. Если не ошибаюсь, можно сделать вот так вот. Теперь мы просто убираем с него камеру. Он сам побежал... Ой, тихо, извините. Он сам побежал там собирать. Сам побежал собирать камень. Все в порядке. Мы возвращаем... Ну, кстати, все. Он уже все собрал, потому что скорость их 6. Можно скорость немножечко понизить. Хотя бы до их с 4, потому что я немножко не успеваю и говорить, и играть. Это довольно-таки сложно. Так, секунду. У нас с вами есть небольшие проблемы с едой. Но я думаю, сейчас они решатся. Потому что, видите, вот ниже вот этого порога у нас начинают поселенцы умирать. И как раз у нас еда. Вот здесь вот слева. Вода, еда, медицина, жилье и развлечения. Еда у нас просела. Так, мы с вами загрузили наш склад. У нас с вами 2 туалета. У нас с вами есть 1 теплица. Но этого мало. Нам нужно гораздо больше теплиц. То есть мы с вами сейчас поставим 2 теплицу. Сюда очень близко, естественно, к дружке ставить нельзя. Можно даже немножечко здесь помочь в строительстве. У нас с вами есть 1 колодец. Давайте поможем, действительно. И вообще можно, знаете, что сделать? У нас же много сейчас ресурсов поставить. Что? Что мне хватает? Подожди, а что мне не хватает? А, я забыл выгрузить. Подожди, смотри. Все, убираем его отсюда. Выбираем это. Выгружаем ресурсы. Все отлично. Там у нас все строится? Там должно все строиться без меня. Вот можно сюда нажать. Да, все строится. Но со мной, естественно, строится лучше. Потому что я самый классный инженер здесь. А мы с вами построим еще одну теплицу. И построим с вами ее где-то вот тут. Потому что с едой в самом начале самые большие проблемы. С едой и водой. И сейчас еще нужно будет построить немножечко колодцев. Но нам, скорее всего, на все не хватит жильцов. Давайте нажмем туалет. Правой клавишей мыши здесь показано. Секунду, давай паузу поставим. Вот здесь вот наверху. Ты на данный момент предоставляешь туалеты для 50 людей. Что составляет 83% от твоей популяции. То есть нам нужно построить как минимум еще один туалет. Потому что нехватка туалетов будет приводить к тому, что у нас будут развиваться болезни в поселении. Поставим туалет здесь. Сюда мы с вами отправляем рабочих. Сюда мы с вами тоже отправляем рабочих. И теперь у нас с вами нужно построить еще один колодец. Где он у нас? Water well вот. Ставим его вот сюда. Погнали. Время, время, время. У нас x1 время. Давайте посмотрим, что у нас по ресурсам. Нам не хватает камня. Так что берем нашего лидера и отправляем его добывать камень. Кстати, можно выключиться. Он сам сгоняет. Все добудет. Все будет хорошо. Дальше, как видите, у нас довольно-таки большое количество трупов в поселении образуется. Это прям дико плохо. Я не знаю. Мне сейчас хватит вот этих строителей, которые здесь должно хватить. Ремонтники тоже, по идее, должны все здесь чинить. Что там такое? Какой-то такой удар был непонятный. Странно. Но это потому, что выбрался я. Понял тебя. Хорошо. Мой инвентарь полностью заполнен камнем. Возвращаемся домой. Не очень вот это вот управление, то, что переключился на него, отправил туда, вернул камеру обратно. Это не очень пока что удобно. Но я думаю, что разработчик в будущем это решит. Итак, у нас строится с вами еще один колодец. Строится еще один туалет. У нас 56 человек сейчас. То есть вот этот туалет обеспечит полностью для всех достаточное количество туалетов. И теперь очень важно построить, если не ошибаюсь, это где-то в медицине, крематорий. Да, очень важно построить крематорий. Даже на самом деле парочку крематориев. Потому что у нас очень много трупов. Их нужно с ручником убирать. Причем давайте-ка мы с вами отправим туда лидера. То есть сами пойдем. Вот здесь вот нажмем кнопочку, вот эту руку. Вот так, что мы поможем в строительстве. И запускаем время побыстрее. Потому что трупы нужно убирать с ручником. Они будут, ну как я сказал, из-за них чума. И от них будут заражаться другие люди. И смертность у нас в деревне будет все выше и выше. Так, сюда нанимаем еще людей. И строим, наверное, сразу второй крематорий. Не знаю, зря, наверное, это делаю. Но все-таки я хочу прям очень быстро решить эту проблему. Потому что в прошлый раз, я когда заметил, что у меня люди мрут от чумы, уже было довольно-таки поздно. Я очень много людей потерял. Хотя, ну, я не проиграл, нет. У меня на тот момент было 180 поселенцев. Просто я видел, что у меня нету прироста населения. Из-за того, что у меня очень мало крематориев. Как работают крематории? Здесь вот какая фишка. Два человека таскают трупы, два человека сжигают. Как видите, трупов очень много. Они просто не будут успевать забирать трупики отовсюду. Поэтому нужно это дело как можно быстрее решать. Сюда тоже с вами вызываем рабочих. И следующий момент, который нам предлагают построить в самом начале. Мы ставим с вами мэрию. Таунхолл, мэрия, ратуша, что-то типа того. И вот, смотрите, у нас с вами сейчас есть всего одна лачуга, ну или хибара, или как-то назвать, ремонтников. И здесь сейчас нанято всего четыре рабочих. Значит, одновременно они могут обслуживать всего четыре постройки. Постройок гораздо больше, и они начинают ломаться. Естественно, нам нужно просто построить еще одну хижину с ремонтниками. Строителей нам больше не нужно. А вот ремонтников мы с вами строить будем. Так, и вот какая фишка. Так как у нас с вами есть постоянно какие-то незанятые люди. Смотрите, у нас сейчас 76 уже людей в поселении. Так как у нас постоянно есть какие-то незанятые люди, для которых не нашлось работы. Частенько те, у кого есть работа, вот этих безработных, загоняют к себе в рабство. И с какой-то стороны это хорошо, с какой-то стороны это плохо. Плохо, потому что те, кого взяли в рабство, уже больше никогда не смогут нигде работать. И хорошо с той стороны, потому что рабочий, у которого есть раб, гораздо лучше работает на своей работе. То есть, понимаете? Ну и просто есть моральный аспект, что типа рабство это плохо. Все дела давайте построим, наверное. Знаете, что сделаем? Еще построим один колодец, потому что с колодцами прям все очень плохо. Построим их где-нибудь вот здесь вот в центре. А что там у нас такое? Плехи. А, да, нужно нанять рабочих. Таунхолл. И как раз на него можно нажать восклицательным знаком. Давайте поставим паузу. И вот тут как раз те фишки, о которых я говорил раньше. Убийство, рабство. Здесь что у нас? Эвтаназия. Вегетарианцы. Трансгендер. То есть смена пола, извините, наркотики, использование наркотиков, каннибализм, аборты и гомосексуальность. То есть у нас, смотрите, там где есть восклицательные знаки, значит эти проблемы в нашем обществе уже возникли. То есть, например, каннибализм, да? Здесь написано, что некоторые люди расплабывали человеческую плоть. Ну, собственно говоря, их поймали за поеданием тел. Я так понимаю, что они поедают вот эти тела, которые валяются. И, честно говоря, с одной стороны это хорошо, потому что они убирают эти тела. Но, с другой стороны, это плохо, потому что они сами от этих тел заражаются. Но это мое мнение. А вот здесь написано, что это хорошо, потому что типа они покушали, но плохо, потому что это вызывает раздражение у наших рабочих. То есть наши рабочие не любят, когда кто-то занимается каннибализмом. Соответственно, нам нужно как-то этот вопрос решать. У нас сейчас свободой вопрос решится, но пока что мы с вами не можем никак повлиять на этот закон, потому что, смотрите, нам чтобы повлиять, чтобы нажать клавишу judge и принять наше решение. То есть, смотрите, здесь можно казнить, на короткое время в тюрьму посадить, на длительное время в тюрьму посадить, типа похвалить за это. То есть мы пока что даже этого не можем сделать. Либо tolerate. Типа tolerate нам, типа, ну, все равно. То есть мы это легализуем, но мы не хвалим за это дело. Но нам для того, чтобы вот нижнюю часть сделать, нам нужен инфостейшн. Чтобы вот это, нам нужна тюрьма. И чтобы сделать вот это, нам нужен центр наказаний. Собственно говоря, там будут происходить казни. И так как каннибализм это очень плохо. И, как я сказал, он разносит чуму. Это раз. А во-вторых, из-за него наши рабочие, которые уже трудоустроенные, которые являются основной силой нашего поселения, они из-за этого хуже работают. Из-за этого каннибализм это просто отвратительная штука. Я ее ненавижу. Поэтому мы сейчас с вами поставим здесь punishment center. Вот он здесь в молоточке. Punishment center. Поставим его здесь, рядом, вот прямо рядом с нашей ратушей. Чтобы, типа, в ратуши приняли закон, здесь реализовали закон. Запускаем время. Оно и так запущено. Все в порядке. Кстати, что у нас по ресурсам? У нас очень мало металла. Можно взять с себя любимого. Да, металлы и батареи можно собрать с этой машины. Давай, погнал. Погнал, погнал, погнал. В принципе, можно даже не центрировать камеру на нем. Здесь что у нас такое? Это еще одна repair check. То есть, лачуга этого самого ремонтников. Дальше. У нас сейчас с вами очень серьезно падает показатель развлечений. Это не только развлечения. Это также, например, просто вера. То есть, мы можем с вами построить шепл. Но у нас сейчас металла немножечко не хватает. Потому что... Сейчас, подожди. Мы тебя отправим домой. Давай домой. Ага. Так вот. Это часовня. Нам нужно построить часовню, чтобы люди могли туда приходить, молиться и немножечко отправлять культ. Это нам с вами очень серьезно поможет. Давайте поставим ее где-нибудь здесь, панишмент-центром. Как раз. Рядышком. Чтобы верующие видели, как... Что происходит с теми, кто нарушает наши законы. Итак. У нас с вами появляется панишмент-центр. Мы туда взяли на работу людей. Теперь мы как раз выбираем... Давайте немножко время понизим. Кстати. Себя еще раз возьмем. Отправим себя еще раз собирать металл. Отключим центрирование на себе. Выбираем наш таун-холл. Выбираем здесь каннибализм. И говорим, что за это в нашем обществе будет смертная казнь. Джадж. Нажимаем. То есть теперь в течение 10 минут это правило будет применяться. Там будут находиться вот эти вот преступники. Будут к ним применяться все вот эти вещи. Кстати, можно просто вот так вот нажать сюда. И... То есть не центрировать на себе карту. Он сам побежал. Да. Извините, что я так вначале показал. Это я сам лоханулся. Ну ничего страшного. Такое бывает. Просто когда рассказываешь, очень много мыслей уходит. Так вот. Через 10 минут это правило станет законом нашей общины. И вот таким образом мы можем создавать законы в нашей общине. В зависимости от тех проблем, которые у нас возникают. А проблемы будут возникать. Они будут возникать постоянно. Я предлагаю сейчас выбрать наш склад. Выбрать здесь дерево. И собрать дерево вот отсюда. Потому что его здесь просто завались. Тебя можно выключить. Теперь сюда нанимаем рабочих. У нас с вами появляется часовня. Она давать будет довольно-таки большое количество сейчас людям развлечений, так скажем. Ну не только развлечений. В общем, моральной составляющей. И следующее, что нам нужно... Да, мы там собираем ресурсы. Следующее, что нам нужно, это начать строить дома для наших поселенцев. Но сейчас небольшие проблемы есть с ресурсами. Что там такое? Я нашел большой рюкзак. Отлично. Большой рюкзак, если не ошибаюсь, дает 25. Да? Давай, продолжай собирать, пожалуйста. Больше ничего не осталось. Хорошо. Ладно, тогда тащи домой. Тащи домой. Можно себя выбрать. Но так я все равно ничего не могу сейчас уже посмотреть. Так, хорошо. Секундочку. Кроме этого нам с тобой нужны еще и камни, да? Сейчас посмотрим, сколько мы притащим домой дерево. В принципе, 5 камней, это не так плохо. Дерево притащили домой всего 8. Жалко, я не могу выбрать и то, и другое. То есть, видите, я могу выбрать либо камни, либо дерево. Ладно, отправляем себя за камнями вот сюда. Отключить. Побежал. Скорость х2. Смотрите, еды у нас, в принципе, сейчас очень неплохо. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Таунхолл. 8 минут еще до принятия закона. Можно также, знаете, что поставить? Можно поставить сюда, связанную с водой, вот такую штуку. Дью коллектор. Если не ошибаюсь, дью коллектор собирает просто из природы дождевую воду и прочее. Давайте посмотрим на колодец. Здесь собирается за 4 дня 3 единицы воды, так скажем. А вот в этой штуке дью коллектор будет за 12 дней собираться 10 воды. То есть, видите, но здесь, зато вот здесь, вот в дью коллектор, нужно всего 2 рабочих. А на колодце нужно 3 рабочих. То есть, тут тоже нужно смотреть, что выгоднее. На самом деле, да, он дольше собирает, но там гораздо меньше нужно рабочей силы. И следующее, потому что у нас проседает пока что мораль в нашем городе. Я предлагаю построить театр. Да, театр нам реально нужен. Построим театр, наверное, на другой стороне города. Где-нибудь вот здесь. То есть, не там, где у нас церковь. Я не думаю, что очень хорошо рядом с церковью ставить театр. Вот здесь вот поставим рядом с крематорием. Это без разницы. Мне кажется, крематория ни на что не влияет. Хотя, может, я ошибаюсь. Но мне кажется, не влияет. Но он удерживает наш город, очищает наш город от чумы. И как видите, у нас вроде нет проблем с трупами. Но как бы вот он не разлагается. Его сейчас заберут отсюда. Все будет хорошо. Следующий момент, если не ошибаюсь, я забыл про туалеты. Я про туалеты забыл, да? Нет, это репейершек. Секундочку. То есть, 99% покрыто. Но давайте все-таки где-то здесь поставим еще один туалетик. Пускай рядом с театром будет вот здесь стоять. Вплотную ставить нельзя. Вот здесь будет еще один туалет. То есть, сейчас у нас с вами есть колодцы. Вот сюда нужно вызвать рабочих. Хорошо. У нас с вами три теплицы. По идее все хорошо. С медициной все более-менее. С жильем люди пока что живут под открытым небом. Но вроде не жалуются. И с развлечениями самая большая проблема. Давайте поможем построить театр. Потому что эту проблему надо решать. Люди начинают от этого страдать. Давай, достраиваем с тобой театр. Вызываем сюда рабочих. Все, замечательно. Театр у нас с вами есть. Немножко можно понизить время. Туалеты есть. Театр есть. Я так думаю, что, знаешь, все-таки нужно медициной немножко в нашем поселении заняться. Можно поставить тент первой помощи. Даже можно поставить два тента первой помощи. Потому что она восстанавливает 50 здоровья. Если у нас нет медицины, ну, как бы медикаментов в деревне. Если медикаменты есть, то восстанавливает 100 дней здоровья. Сейчас посмотрим, сколько у нас с вами ресурсов. У нас абсолютно нету дерева. Если не ошибаюсь, отсюда я все собрал, да? Давай-ка выберем с тобой дерево. Попытаемся отсюда собрать. Нет, отсюда все полностью собрано. Где еще что-то мы можем с вами собрать в плане дерева? Здесь что у нас с тобой? Металл, камень. Давай искать. Давай искать. Рядом у нас на самом деле было много всяких разных руин. Просто что-то я немножечко забыл, в какую сторону нужно идти сюда, да? Здесь много всего, но это очень далеко. Вот здесь можно собрать дерево. Давай, погнал сюда. Погнал туда собирать. Ну что ж, вот такая вот игрушка. Начали мы с вами строить вот это вот поселение. Согласитесь, уже выглядит неплохо. И это только самое начало. Я надеюсь, что вам понравилось. Так, пожалуйста, поставьте лайк. Ссылку на игру я оставлю в описании под видео. Игра незаслуженно обделена вниманием ютуберов. Я считаю, очень мало кто по ней снял выпуски. Хотя она вчера вышла еще раз, если не ошибаюсь, утром. Просто безумно классная игра. И вот такой свободы влияния на умы, влияния на поведение твоих поселенцев я не видел еще нигде. То есть ты можешь прямо смоделировать те нормы поведения в твоей деревне, которые ты хочешь. То есть ты можешь создать любое общество. Абсолютно любое общество. И продолжать будем с вами в следующем выпуске. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре и так же другим играм. Меня эта игра безумно зацепила. Я буду в нее играть и записывать каждый день, скорее всего. Извините, все те, кто ждет Ark Survival и прочих игр. Но мне просто нужно разнообразие, вот что-то вот такое. И это первая игра вот с такой свободой. И настолько нетолерантная в нашем безумно толерантном обществе, что я просто, честно говоря, в шоке. На этом все. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok